Приисковым перевернулся Ратрак, Polaris объявляет очередную отзывную кампанию, а в России создадут единую базу тракторов и самоходной техники, то есть снегоходов. Всем привет, в эфире Алексей Новиков и это самые снегоходные новости. Снегоходный сезон для меня закончился уже месяц назад. Я отлично провел этот месяц, отдохнул, поработал и сейчас снова включаюсь в съемки видео. У меня для вас готовы очередные новости из мира техники для активного отдыха и не только. Но к новостням мы перейдем чуть попозже, а сейчас я бы хотел рассказать вам о том, что хоть снегоходный сезон и закончился, но снегоходы никуда не делись. На них просто сейчас никто не катается. Нет, еще катаются. В принципе, севера еще будут кататься, я думаю, что месяц. И не только севера. Есть некоторые регионы и в принципе в Приисковом можно еще и в июне кататься. Но мы же понимаем, что это за катание. Катание по бетону это не то. После того, как ты покатался в пухляке, в свежем снегу, по бетону кататься уже неохота. Но не про это я хочу вам рассказать. Большинство людей уже закрыли сезон и начали плавно переключаться на квадроциклетную либо гидроциклетную тему на лето. И исторически сложилось так, что весной снегоходы никому не нужны. И покупать снегоходы как раз лучше весной или летом. Потому как те люди, кто планировал продать снегоходы, хотели продать их как раз в сезон. В сезон большие цены. Когда ты покупаешь снегоход, сразу же на нем можешь прокатиться, проверить и начать, собственно, дальше кататься. А летом снегоход продать тяжело. Особенно тяжело продать его весной. Потому что весной люди уже устали от зимы, устали от снегоходов. Им хочется тепла, лета, солнца, квадроциклов, гидроциклов. И традиционно снегоходы весной продавались плохо. И для того, чтобы действительно продать снегоход, людям приходилось снижать цену. И сейчас самое лучшее время купить снегоход. Потому как те, кто хочет их продать, легко торгуются. И, во-вторых, есть выбор. Если мы откроем Авито или Автору, то мы увидим, что те G5 новые BRP, которые продавались по 3,5 миллиона, по 3,2. Сейчас стоят уже 2,5 миллиона, а бывает, что и 2,200, 2,300. А еще при этом, если ты приезжаешь к человеку и показываешь деньги, что вот я покупаю за наличку, они еще и торгуются. А если мы говорим про б.у. снегоходы, то я считаю, что сейчас вообще самое лучшее время, чтобы их купить. Во-первых, большой выбор. Снегоходы еще не раскупили. Еще есть из чего выбрать. Те же G4 прошлогодние или позапрошлогодние продаются даже за 1,6 миллионов. Да, там будет большой пробег, но, в принципе, это надежный снегоход, надежный мотор. И можно его брать. 1,6, 1,7 миллионов. За 1,8 до 2 миллионов можно купить нормальный G4. G5 уже идет 2 с копеечкой, 2,200, 2,300. И есть выбор. А учитывая, что с курсами валют творится что-то непонятное, чем дальше, тем дороже будет. Лучше сейчас купить, зафиксировать цену и не волноваться о том, как открывать следующий сезон. Я именно так и сделал. G5 стоит у меня здесь недалеко, и я на нем буду открывать следующий сезон. В общем, ребята, не теряйте времени, пока есть выбор. Чем дальше, тем будет меньше хороших снегоходов и будет дороже. Солстар.ком. Будущее производителя электрических снегоходов Тайга остается неопределенным. Опять нависли тучи над производителем электрических снегоходов Тайга Motor Corporation. И связано это с недостатком финансирования. Когда ребята несколько лет назад стартанули, они привлекли большие инвестиции. Больше 100 миллионов долларов, если я правильно помню. В 2021 году они вышли на IPO, то есть стали публичной компанией. И там привлекли еще значительные средства. Тайга молниеносно взлетела на волне хайпа вокруг вот этой всей электрической зеленой повестки. Электрические снегоходы, экологичные, экономичные, супер-пупер-мупер. Но потом настали времена, скажем так, не очень хорошие для такого вида техники. Да и вообще, эти снегоходы электрические закупали больше национальные парки, там, в единичных экземплярах, для того, чтобы показать, что да, мы вот соответствуем зеленой повестке и все такое. Но по факту, Тайга сообщила в пресс-релизе от 30 марта, что количество предварительных заказов в четвертом квартале оставалось стабильным и составляло 3222 штуки. 3222 штуки снегоходов. При том, что в США и Канаде за один сезон продается 100 тысяч снегоходов. Это 3%. Для компаний на рынке Северной Америки это ни о чем. Кроме того, компания заявила, что осторожно снижает прогноз поставок в 2023 году до 1700-1900 снегоходов. Продажи достигли 1,4 миллиона долларов в четвертом квартале, что немного лучше, чем в предыдущем квартале. 1,4 миллиона, при том, что на IPO в 2021 году компания привлекла 125 миллионов долларов. Вы представляете, компания потратила 125 миллионов, чтобы получить прибыль 1,4 миллиона. Тут не нужно быть суперфинансистом, чтобы понять, что у компании дела идут не очень хорошо. Расходы есть, они никуда не делись и их нужно покрывать. Компания понакупила заводов, понабрала персонал для того, чтобы он работал на этих заводах, а выручки нет. Соответственно, чтобы покрыть расходы, нужно где-то взять денег. Единственный путь это инвестирование, найти инвестора. И на данный момент Тайга нашла уже 40 миллионов долларов от двух компаний. То есть, в принципе, на некоторое время ей еще хватит денег. В то время, как 40 миллионов долларов США удовлетворили неотложные потребности Тайга в наличных деньгах, пишет Национальный финансовый банк. А расходы Тайга в размере от 7 до 8 миллионов долларов в месяц означает, что до конца 2023 года ей потребуется еще большее финансирование. То есть, на данный момент Тайга Моторс Корпорейшн существует только на те деньги, которые ей дают инвесторы. Насколько хватит этих денег? Я думаю, что ненамного. Будет ли увеличена выручка в ближайшие месяцы, а может даже и годы? Я думаю, что нет. Просто потому, что, во-первых, электрические снегоходы пока что нужны мало кому. А во-вторых, просто нет таких батарей, которые бы заменили ту энергию, которая есть в бензине, в баке снегохода, чтобы можно было использовать электроснегоход наравне с бензиновым. Такого в ближайшие годы, я думаю, что не будет. Удел электроснегоходов – это обслуживание каких-то национальных парков, каких-то объектов, гостиниц или режимных объектов, где снегоход стоит постоянно на зарядке, и нужно, допустим, взять его, съездить куда-то там километров 5-10 и вернуться обратно. В том режиме эксплуатации снегохода, который используют обычные пользователи, электроснегоход пока что не может работать. В любом случае, интересно наблюдать за развитием этой ситуации и насколько крепкие нервы у инвесторов в Тайга Моторс Корпорейшн. Телеграм-канал Snow Division AODES представил снегоход. Эта новость уже была в самых снегоходных новостях, но сейчас специальный корреспондент телеграм-канала Snow Division посетил выставку Cotton Fair в Китае и увидел своими глазами и сделал несколько фото нового снегохода AODES Siberian Cross. Интересно, что этот снегоход для Северной Америки и Европы называется Alpine Cross, а для России у него название Siberian Cross. Внешне этот снегоход напоминает Lins Ranger и комплектуется V-образным двухцилиндровым четырехтактным двигателем жидкостного охлаждения мощностью около 80 лошадей. Скорее всего, они взяли агрегат, который давно уже выпускают для квадроциклов и поставили его в снегоход. Гусеница у этого снегохода 163, а если быть точнее, 4100 с маленьким миллиметром. Размеры там примерные, они сбиты от тех, что мы привыкли. Если, допустим, линксы говорят, что у них гусеница 400 миллиметров, то здесь 400 и там с небольшим. Ширина гусеницы 44 сантиметра, 444 миллиметра, если быть точнее. А высота зацепа 45 миллиметров. Не так уж и мало, но двигателя, мне кажется, будет маловато для такой гусеницы. В любом случае, хорошо, что китайские снегоходы появляются, несмотря на то, что в Китае на снегоходе ездить мало где можно. И, по сути дела, в Китае нет внутреннего рынка снегоходов и нет опыта производства этих снегоходов. Поэтому, учитывая даже вот такие факторы, неплохо, что китайцы буквально там за несколько лет хоп-хоп сделали снегоход. И, кстати, Snow Division теперь не просто телеграм-канал новостей техники для активного отдыха. Теперь это официально зарегистрированный бренд. Год назад я начал эту эпопею с регистрацией бренда Snow Division. С чем всех и поздравляю. И теперь многие товары, которые продаются в магазине novikovstore.ru, будут продаваться под брендом Snow Division. И раз уж мы заговорили про novikovstore.ru, спешу напомнить, что в этом замечательном магазине вы всегда найдете различные аксессуары для снегоходчиков. Такие, как суперлегкие лавинные карбоновые лопаты, фонари с креплением под стандарт GoPro на шлем, которые, кстати, очень хорошо помогают, когда ездишь ночью на снегоходе или на квадроцикле. Также есть в наличии глушители GGB Mount на новые снегоходы скиду на платформе G5. Термосы Bobber, чехлы на эти термосы из неопрена очень хорошие, кстати, рации, проверенные временем, чехлы на тангенты из неопрена и многое-многое другое. Ссылочка на этот замечательный магазин в описании. expert.ru. Техника особой проходимости. На сайте expert.ru вышло большое интервью с генеральным директором компании «Русская механика» Леонидом Можейко, в котором он рассказывает про производство снегоходов, квадроциклов, про структуру производства, про то, что они делают, что они будут делать и как завод живет в современных реалиях. Интересное интервью, из которого я открыл много новой информации. К примеру, я всегда считал, что «Буран» – это российский снегоход, производящийся из российских комплектующих, что иностранных комплектующих там нет. Но не тут-то было. В «Буране» 35% иностранных комплектующих, а в таких снегоходах, как «Фронтир» и «Патруль-800», доля иностранных комплектующих составляет 65%. В основном это касается каких-то технологичных комплектующих. К примеру, цилиндры. Некосиловое покрытие алюминиевых цилиндров в России не делают. Раньше его заказывали в Австрии, сейчас в Китае, естественно. Где же еще? Ну и простые запчасти, такие как, например, трос газа, тоже покупают в Китае. И для меня всегда была загадкой, почему до сих пор производят «Буран». 51 год «Бурану» уже. Ну сколько можно? Ну сделайте что-нибудь другое. И как раз в этом интервью я нашел ответ. А ответ очень простой. Потому что «Буран» это самая маржинальная модель, которую выпускает этот завод. Что значит самая маржинальная? Они больше всего зарабатывают на этой модели. Да, «Буран» высокооптимизированная модель с точки зрения технологий производства материалов и так далее. А новые модели, как правило, имеют более низкую удельную маржу. С учетом начала производства, с учетом менее высокой производительности по сравнению с моделями, которые уже несколько лет производятся, у «Бурана» маржинальность 35%, а у «Фронтиер» 15%. Вот и весь ответ. Даже при цене «Бурана» в 340, ну ладно, сейчас он там подороже стоит 400 тысяч, он приносит больше денег, чем более дорогие модели, у которых маржинальность всего 15%. Естественно, это всех устраивает. В первую очередь владельцев завода. Потому как можно производить дешевую высокомаржинальную модель, продавать ее тысячами, потому как у людей нет выбора. В этом сегменте больше нет конкурентов, нет альтернативы. Да, там сейчас начали появляться, но 50 лет не было конкурентов. И зачем что-то менять в этой модели, тем самым уменьшая маржинальность и забирая у себя часть прибыли, когда можно ничего не менять и просто производить и продавать. У людей в любом случае нет выбора, они будут покупать этот «Буран». Но все-таки рынок меняется, появляются новые снегоходы, появляются пока что еще такие полукустарные производства снегоходов, но тем не менее они появляются. Сейчас мы изменили свою задачу и видение компании формулируем, как намерение стать компанией, абсолютным лидером в легкой внедорожной технике. Заявка громкая, но это видение. Русская механика – лидер легкой внедорожной техники. Газета.ру. Ратрак для перевозки туристов перевернулся возле Хакасского курорта Приисковый. Эпичное видео из Приискового. Оттуда, кстати, только такие видео приходят. И на этом видео ратрак катится по горе вниз. Слава богу, все обошлось. В ратраке не было пассажиров, был только водитель. Водитель был пристегнут и водитель не пострадал. Да и ратрак отделался небольшими косметическими поломками. Данный ратрак принадлежит нашим друзьям из При Фрирайд Компани, сайт приисковый.ру. И через несколько дней они опубликовали официальный пресс-релиз на эту тему, в котором рассказали. Пилоту Сноукэта, двигающегося на подбор, стало плохо. Он потерялся в пространстве, допустил съезд со снежного наддува и опрокидывания машины. Гостей в Сноукэте не было, пилот был пристегнут, никто не пострадал. Сноукэт остался на ходу. Поломки косметические и будут исправлены по страховке. Всякое бывает, увидимся. Берегите себя. Добавить нечего. Матч ТВ. Снегоход врезался в дерево и срубил макушку, если бы не соскочил, быть трагедией. Интервью с чемпионом Дакара Сергеем Корякиным. Он рассказывает, как покатался на снегоходе на Мамае. И как я понял из интервью, покатался он не очень хорошо. Два раза за два дня он разбил снегоход. И один раз разбил сильно. Врезался в дерево так, что у дерева отлетела макушка. И естественно снегоход получил серьезные повреждения. Сколько Сергей заплатил за ремонт снегохода он не говорит. Но говорит, что на эти деньги можно было бы съездить с семьей куда-нибудь отдохнуть. Хорошо, что пострадала только техника и Сергей Корякин не получил травм. Потому как катание по бетону, а весной, особенно когда идет оттепель, снег становится очень плотным. Появляется даже кое-где лед. Кататься на снегоходе очень опасно. И в таких ситуациях легко получить травму. И как показывает опыт, сезон катания на горном снегоходе в горах лучше закрывать чуть раньше, чем снег превратится в бетон и лед. Потому что это просто опасно. Горный снегоход предназначен для езды в горах по склону. А по склону можно ехать только тогда, когда гусеница пропиливает снег. К сожалению, пока что нет таких гусениц, которые пропиливают лед. И когда ты едешь в траверсе и выскакиваешь на лед, сделать практически ничего нельзя. Тебя выбрасывает и ты летишь вниз. И хорошо, если разбивается только снегоход. Именно поэтому, как только я вижу в прогнозе погоды плюсовую температуру, оттепель, дождь и отсутствие снегопада в ближайшее время, я закрываю сезон, консервирую снегоход и уезжаю. И опять же, как показывает опыт, в основном травмы получаешь, когда катаешься именно по такому жесткому снегу. Поэтому главное вовремя остановиться. Пятое колесо.ру Какие мотоциклы и квадроциклы можно купить в России? Обзор новинок 23 года. Интересная статья в журнале Пятое колесо, где журналисты провели анализ брендов, которые остались. Давайте быстренько пробежимся. Тафалар. Все вы знаете эти снегоходы. Есть гибриды, есть электрические, есть бензиновые версии. Мне, кстати, Тафалар предлагал взять на тест снегоход в приисковый, но я пока что отказываюсь. Быть может, скоро будем и тестировать, кто знает. Аодес. Естественно, китайский бренд квадроциклов. Сейчас все дилеры BRP переключились на Одес. В России он называется Аодес. Баджадж. Индийский бренд. Видимо, мотоциклы. Я такой не знаю. Бенда. Китайский завод. Хонжжонг Сатурн Повар Технологи Корпорейшн. Тоже первый раз слышу. Бенелли. Бенелли. Легендарная итальянская марка. Появился целый дистрибьютор. Причем официально. БСЕ. Видимо, тоже какие-то китайские мотоциклы. ЦФ Мото. Но эти уже давным-давно присутствуют. И, кстати сказать, и квадроциклы, и мотоциклы по отзывам владельцев вроде как даже ничего. Хайсун. Хайсун в прошлом году появился. В статье написано, что это премиум сегмент. Но, как по моему мнению, премиумом у Хайсуна не пахнет. Это такой масс-маркет ширпотреб. Хайсунг. Это корейский мотопроизводитель. Честно говоря, я первый раз его слышу. И увидел на картинке тоже первый раз. МВ Агусто. Итальянский бренд. Очень хороший. Вообще, итальянцы молодцы. И Бенелли, и МВ Агусто. Прямо респект, респект. Тоже официально представлен в России. Прогаси. Это испанский бренд. Насколько я помню, там больше эндуро. Мотоциклы. Шармакс. Прости господи, китайская компания. Стелс. Тоже знаем. ТГБ. Это компания Бранд. Бывший дистрибьютор Поларис. Сейчас дистрибутирует ТГБ. ВОК. Поначалу я подумал, что это женский журнал. Но нет. Это премиальное подразделение китайской компании Лонсин. Я не знаю, что это такое. Ну, узнаем, видимо, скоро. Это весь список. Ребят, если вы знаете еще какую-либо марку, которая представлена официально в России, пишите об этом в комментариях. Очень интересно узнать и собрать полный набор всех марок, которые официально представлены в России. Я думаю, что нужно снять отдельное видео по снегоходам, по рынку снегоходов, что сейчас творится в России. Но я думаю, это ближе к осени сделаем. Поларис.ком Поларис объявляет отзывную кампанию снегоходов Матрикс Про РМК и Матрикс РМК Хаус 22-23 модельного года. Очередная отзывная кампания снегоходов Поларис. И связана она с крючками, которые расположены на руле. Такие пластиковые заглушки в виде крючков. Именно они представляют опасность в случае аварии, если водитель ударится телом о этот крюк. Обычно производители снегоходов изготавливают детали из пластика. Особенно те детали, которые расположены на руле. Курки, заглушки различные, оконцовки руля. Из полиамида с различным добавлением других пластиков. Полиамид это в простонародье нейлон. Он очень хорошо переносит низкие температуры и достаточно пластичный. Чтобы сделать нейлон более жестким, добавляют АБС. Тогда он становится более жестким, но и более хрупким. И видимо в этой пропорции компания допустила ошибку. Что при ударе крючок ломается и становится очень острым. Всего количество затронутых снегоходов примерно 29 091 единица по всему миру. Это не учитывая сколько они еще продали просто запчастями. Когда у человека ломается этот крюк, он заказывает, ставит. Либо на старые снегоходы ставили новые крюки. Там тоже отзывная компания действует. И выявлено два сообщения о травмах. Собственно поэтому Polaris и объявил отзывную компанию. И начал суетиться. Если бы этих травм не было, то и отзывной тоже не было бы. GlobalMSK.ru В РФ создадут единую базу данных для тракторов и самоходной техники. Медленно, но верно мы идем к тому, что будет одна единственная база типа госуслуг, где будут все наши данные. Сейчас взялись за гостехнадзор. Будут создавать единую базу данных, которой будет вся информация по всей технике. И в создаваемой единой базе данных будут содержаться не только сведения о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах, прицепах. Но и информация о водительских удостоверениях, дающих право на управление этой техникой. А также подробности о ее техническом состоянии. Использование техники без внесения данных в единую базу данных будет запрещено. В общем, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Самое главное, чтобы в приисковом не поставили кордон с сотрудниками гостехнадзора и полиции. А то придется собирать вещи и переезжать куда-нибудь в более глухое место. Московский политех и компания Стелс презентовали электрический квадроцикл Гепард. Все стараются быть в тренде. Это касается и крупных корпораций типа БРП и Полариса, и небольших локальных производств. Компания Веломоторс посмотрела, что ее конкуренты уже там что-то делают с электричеством. Обратилась в московский политех с предложением сделать электрический квадроцикл. Естественно, ребята там поколдовали, прикрутили электрическую часть к уже готовому квадроциклу. Выкинули оттуда бензиновый двигатель и получился электрический Гепард. Что можно сказать? Ну, квадроцикл и квадроцикл. Характеристик каких-то там особо они не озвучили. Покатались по территории, показали, пофотографировали. И электрификация квадроциклов позволит нам осваивать такие маршруты, которые для другой техники раньше были недоступны. Сказал директор по рекламе и маркетингу Веломоторс Александр Бечин. Какие маршруты недоступны для другой техники? На какие маршруты можно заехать только на электричке? Наверное, там, где въезд только для электричек. Какой-то заказник или заповедник? Ну, я не знаю. Туда на любой технике въезд запрещен. А так, заливаешь бензин в свой квадроцикл и поехал. А вот вопросы к электрическим квадроциклам большие. Самый главный вопрос это запас хода. Ну, окей, заправился ты электричеством на даче, поехал, у тебя закончилось электричество. В случае с бензином, ты взял канистру и пошел. Или достал канистру из кофра, залил и доехал до дома. Или кого-нибудь тормознул, перелил и опять же доехал до дома. Что делать с электричкой? Только тащить. Не как ты запас дополнительный аккумулятор с собой. Можно, конечно, взять, но тогда будут основные расходоваться быстрее. Соответственно, где-то взять принести аккумулятор. Ну, так себе затея таскать тяжеленную штуку, потому что аккумуляторы там действительно большие. А потом вопросы к литиевым батареям, как их утилизировать, что потом с ними делать. И опять же, какой ресурс, если эксплуатировать его, допустим, в тех условиях, как эксплуатируются квадроциклы с бензиновыми моторами, надолго его хватит. В общем, вопросов больше, чем ответов. Но электрички появляются, тренд есть. Все хотят ему соответствовать. Посмотрим, к чему это приведет. Известие. В России разработали единый стандарт безопасности на воде. Пока что еще разработали, но не приняли. Но в случае принятия его Госдумой, он вступит в свое действие 1 марта 2024 года. То есть, пока что еще он не вступил. Документ станет единым сводом правил поведения на воде для всех субъектов. Им будут регулироваться требования по очистке и оборудованию пляжей, правила поведения отдыхающих, нормы по эксплуатации маломерных судов. К примеру, гидроциклов и их регистрации. Жить становится лучше, жить становится веселее. Все, что я могу сказать по этому поводу. На этом у меня все. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале Snow Division. И, кстати, в телеграм-каналу Snow Division есть чат, в котором уже около 1000 человек. Участники чата обсуждают различные вопросы касаемо техники для активного отдыха. Это покупка-продажа, ремонт техники, совместные покатушки, с кем кататься, как найти компанию, как отремонтировать. Различные вопросы. Так что присоединяйтесь. А я прощаюсь с вами. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!